Ну и вы, Анна Александровна, всё с Котофеем. Это один нормальный мужчина в этой компании. Да, только не потеряй. Кстати, мотор сексолога лёг раньше, чем мотор Субар. Я не проехал, он не 100 тысяч. Мне член уже снятся. У меня нет слов. Георгий Александрович, я тебе скажу больше. От вакуумника идут задние магистрали, и через моторный щит вовнутрь просекаются и идут внутри кузова. И только с задней стороны вылазят на улицу, наружу. То, что у меня в принципе все трубки находятся в сухом и хорошем месте в салоне автомобиля. Вот это лайфхак, единственная тема, за которую я начинаю уважать Субару, что у тебя тормозные трубки по салону идут. Но во всяком случае, несмотря на то, что японские автомобили, вроде бы всё отвернулось, что само по себе не может не работать. Вася, это же дорого. Ты с ума сошла, что ли? Это Максиспорт Тюник специально сделала для Субару, ты помнишь? Они и так, и так, и вот так вот, короче, на специальном оборудовании Гудрич, короче, вообще тема такая. Они могут тебе даже на гидравлический пальмин сделать эту самую трубку. Слушайте, а чего вы так переживаете? Вот у этого, например, тормоза за 1650 долларов. Ну и что? Ну что у этого такого? Ну тормоза. Ну зато тормозят хорошо. Что, Василий Павлович, тормоза не нужны? Нужны, конечно. Короче, смотри, тема такая. Вот мы их здесь установим. Парни, здорово. Привет, привет. Здорово. Сейчас дослушай, интересно говорит. Значит, разница между резиной и армированными шлангами. Резина расширяется, короче, да? Ну, температурка там или ещё что-нибудь такое. Резина расширяется, а армированный шланг, он не расширяется, блин. И при этом нету потери в тормозном усилии на тормозной суппорт. Понятно тебе? Да. У меня вообще-то фиаск. Что? Да клизма ни хера не едет. Я уже всех хоботы, шланги, датчики, всё как один с помойки поставил, ни фига не едет. Чек горит, и я уже не знаю, что делать. Ты Котофеев привёз? Привёз и Котофеев. А где они были? Они были, ну и в Ярославле, оказывается, не просрали, а они были в шкафу. Неплохо. Тарас Сергеевич, вот только ради этого, что ты привёз Котофеев, давай посмотрим мотор. Я тебе давно уже говорил, давай залезем в мотор, давай посмотрим, что внутри. Ты нет, 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 давай поменяем датчики, они недорого стоят, всё с помойки. Вы же сами кричали, ресурсный двигатель, это датчики лагают. Датчики лагают, но всё равно надо смотреть в мотор. Потому что прокладка ГБЦ неспроста лежит в багажнике. Есть чем смотреть? Да, есть. Давай, загоняй клизму, Василий Павлович. Ну, смотри, Георгий Александрович, давай ставить, ты что уже? Подожди, а вот это вот, вот это вот шляпо вот так, да? Да, вот так вот, да, и это вот на суппорт идёт. Ты уверен, да? Да, 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 а ещё, не, вот стопудово, смотри, короче, я ещё кем прикупил. Какой? Шайбочки. Новый. Новый шайбочки, эй! Всё, короче, Василий Павлович любит Субару. Здесь тяжело спорить. У меня нет слов. А что так дыма много, Сергеевна? Это шкальян. Георгий Александрович, я габарит их починил. Ну, это хорошо, что ты их починил, но неспроста. Я тебе давно, говорю, Тарас Сергеевич, неспроста прокладка ГБЦ лежит при покупке машины в багажнике. О, Анна Александровна, инстаграмница с Котофеем. Оторвалась. Господи, хорошо? Вот реально, хорошо, как у себя банда вернулась, а? Он просрал Котофеев? Чё? Чё, ничего. Ничего не просирал. Вообще-то вы оставили их в дубках, не я отвечал за них. Ну, пошёл, мы их все вместе там оставили. Я говорила, давайте. Не, а чё я тогда... Я тут не была вообще, я была не с вами. Это ваши сексуальные трудности, что вы не поехали. Поэтому я их не просирала, не надо начинать. И, кстати, Василий Павлович там тоже имел... Что? Что он имел? А, не, не имел, не имел. Ничего не имел, имел Тарас Сергеевич по итогу. Как всегда, сексолог рукожоп, сексолог кто забыл, это забыл, там с рукожоп был. Капец, да за... Всё, ладно, хватит, ребят, всё, хватит сраться, давайте перейдём к тачке. Анна Александровна, хватит инстаграмиться, неси чемодан. Неси, неси. Неси, неси. Между прочим, Тарас Сергеевич, чемодан, который сейчас принесёт Анна Александровна, стоит как два мотора на клизму. Поэтому я бы сейчас просто вот присмыкаться начал. Давай продадим чемоданчик. Тарас Сергеевич, нет. Всё, открывай капот, Сергеевич, и отворачивай свечи, будем светить. Василий Павлович, ну как у тебя? А я тут занимаюсь. О, ну чё, достойно. А так, не на перелом, нормально? Не, не, она же в этот самый встанет колесо, наверное. Отлично, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну чё, достойно. Достойно. Ты тормозуху бодрую купил? Бодрую, конечно, всё. Всё, красавчик. Всё, в принципе, как раз мы у тебя с трубками разберёмся, я и сексологу диагноз поставим. Как ты думаешь, что у него? Мотор на стол, я-то чё. Александр, я готов. Ну что, готов? Выворачивайте свечки, Тарас Сергеевич. Чапонич, мы габариты выключили, у нас нет столько аккумуляторов. Я понимаю, что они у тебя работают, но не надо этим козыреть. У меня есть бусер. А, ну опять же, да, Каркуша, привет. Всё, свечки выворачиваем, будем светить цилиндры. Ого, заработало. Он нарисован. Спасибо вам за такие ништяки. За такие штуки, да. Я тебе говорю, Тарас Сергеевич, этот эндоскоп стоит, как два твоих мотора. Так что вы поаккуратнее, пожалуйста. Мы просто нежны. Ну что, откроется истина? Да. Оп, оп. Добро пожаловать в цилиндр. Что это за чилиндр? Ты теряете былую лёгкость? Я уже не своими руками обычно попадаю. Ну, давайте. Чуть-чуть осталось. О, есть. Добро пожаловать в ваш первый цилиндр. Что там мокренькое? Что-то налито, да, Тарас Сергеевич. Что, переливает что ли? Нет, это что-то другое. Там была гадя. Гадя Петрович Хренова. Гадя Петрович Хренова. Вот сбоку смотри. Вон, Дарья Сергеевна, покажи экранчик. Смотри, куда у тебя антифриз уходит. А не антифриз ли это? Это антифриз, Тарас Сергеевич. Поэтому ты его и доливаешь. Видишь, какой зелёненький, красивый. А ещё и клапанам. Капец. Капец. Вот это счастье, радость. Не, ну у меня есть прокладка ГБЦ. Мы ГБЦ просто поменяем. Только тебе, причём, башка потребуется. Почему? Потому что здесь, как бы, ну смотри. Вон, Даш, покажи, покажи. Смотри, сколько вообще. Просто здесь смерть такая. А чё, смерть? Ну, у тебя в клапане щель, чувак. Не, не, ну клапан и щель, он просто недозакрыт. Не, ну мы этот, как бы. Можем покрутить. Ну, да, покрутить, посмотреть. Ну, вот это, видишь, Сергеевич, всё мокрое. Ну, пока, смотри, у тебя, у тебя пока здесь, как бы, ну горшок вроде ничего. Тарас Сергеевич, что там за дождик у тебя был? Где? Внутри. Внутри. Ну, Василий Павлович, погода такая, что я сделал. Четвертый цилиндр, который отправил к братца БМВ. Ребята, значит, сейчас мы залезаем в самый несчастливый цилиндр на планете Земля. Четвертый цилиндр кончился на БМВ. Подожди, а четвертый везде лагает, е-мое? Потому что охлаждение, наверное, дерьмо. Все, охлаждение, весь антифриз ушел в первый, понимаешь? Четвертый не хватает. Так, короче, смотрим четвертый. Поменяй камеру, ты же не видишь, куда ты попадаешь. Блин, все ты шаришь, поменяй камеру. Сейчас я в дырочку, оп. Дырочка. Посмотри, здесь сухенько. Зато смотри, здесь сухо. Не все так плохо, на БМВ все было печальнее. Здесь тоже что-то есть. Ну, это просто прокладка. А вот, смотри, вот Тарас Сергеевич, вот твой клапан. Сейчас. Но здесь он не такой плохой. Ну, как? Завгол засматривает. Да, да, я пытаюсь. Ну, вон, видишь, здесь как бы, правда... А, вон, видишь, седло все в раковинах. Капец. А это микровзрывы какие-то вообще жесткие были? Это не микровзрывы, это просто клапана, короче, кердык. Все, ничего больше. А что там только? Ну, здесь, правда, видишь, надрюблю. О! О, нифига себе. Дашка, покажи, смотри. Вот это царапина на блоке. Сейчас как-нибудь так развернем, и вот она идет вниз. Дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Ой-ой-ой, что-то дорогостое еще. Блядь, гребаные четвертые цилиндры. Что за хреб? Я просто не видел. Васян, ты... Ты что, на районе своем, что ли, не был? Тарас Сергеевич. Давайте остальные посмотрим. Да хрена толку уже. Не-не-не, давайте посмотрим. Да что там толку смотреть-то? Прикинь. А, Тарас Сергеевич, ты превращаешься в субариста. Да я, походу, да, в моторе стал субаристом. Да, уже, блин, мотор меня... Уже мотор. У меня кончился мотор. Ну смотри, третий цилиндр бодрячком. Да? Хотя что я себя обманываю? Нет. Тут просто кратер, блин, какой-то. Ну, блин, не вижу. Ну, видишь, в третьем сухо. Третий цилиндр у тебя лучший. Да? Да, вот поршенек. Второй зазырь. Второй. Да елки не попасть. Сбоку что у нас? А, это я наверх пошел. Ну, здесь так. Ну, здесь тоже вроде ничего. Нагар, нагар. Короче, у тебя антифриз в первом и четвертом. И в четвертом вот такие вот задержать. Чу-чу-чу-чу-чу. Челяйки. Хорошо, подождите. Это, наверное, палец. Палыч. До стопроцентного. Пошнивай. Если, ну... Окей, подождите, хорошо. Течет антифриз. Снимаем голову. Ставим прокладку. И что? У меня есть прокладка. Да, хрен, не из прокладки. Надо бошку гребил как минимум. Вообще, Тарас Сергеевич, в твоем случае, самое дешевое, это поменять мотор. Потому что мотор сюда стоит двадцатку. Со скидосами где-то там... Пятнадцать, шестнадцать. Пятнадцать, восемнадцать. Ну, да. Можно как-то более-менее нищебродно это сделать? Ну, смотри. Куда уж ниже-то. Ты че? Вообще, есть теория у тебя, как для короевчика? Ну. Не-не, пей, 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 пей. Ну, это аккуратненько, аккуратненько. Есть теория для тебя, как для короевчика? Что можно сделать? Значит, мы снимаем голову. Ну. Везем ее в ребил. Ну. Значит, дальше. Обязательно нужно сделать... Притираем клапанами. Ну, это правильно. Обязательно притереть клапан. Получается. Значит, вытаскиваем, скидываем поддон, вытаскиваем поршень четвертого цилиндра. Если там палец на месте и кольца на месте, то как бы есть предположу, что когда-то с ним, с этим мотором что-то было не так, и его как бы на отвались починили и как бы с богом тебе ее продали. Нельзя покупать машины, где в багажник лежит запасная пропаска. Я не могу. Мне на следующий день я привезли. Ну, значит, тебя обрадовали на следующий день. Да. Продаван красавчик. Ну. Георгий Александрович, ты хочешь, короче, снять поршень, посмотреть, что там как, и что обратно поставить? Да. Если что обратно поставить, то нам максимум кольца поменять и пускай она тарахтит далее. Ну, башку точно в ребилд. Это плохая идея. Да. Эта идея плохая, но здесь вариков нет. Но это будет дешевле. Можете говорить ценами хотя бы. А откуда же? Ну, я не знаю. Сколько? Рубля три башка на помойке стоит. Плюс ремонт башки. Там от полторашки что-то такое. Мы это даже в день сделаем. То есть, как бы, или где-нибудь нахомячим тебе голову. Голову ребилдим, это нафиг. Там смотрим, что с поршнями, и обратно чипонько, и дальше поехали. Но, если в четвертом цилиндре будет фиаско, то это мотор. Потому что его точить под ремонт, и там поршня покупать, все это такое, ты реально не замочишь. Ну, дороже просто будет. Помнишь, как мы искали тебе датчик? Один и тот 19 косарей стоит. И аналогов нет. Ребята, есть у кого мотор? 4G92. Пожалуйста, забыл сказать. Пожалуйста. Он сексолог в бизнес-геле вагон. У меня есть вагон в этом бизнес-геле. Подписи, слушай меня о телевизоре. Меняем мотор Mitsubishi на вазелин. Клизма отымела сексолога. Мы давно этого неделю, Василий Павлович. Кстати, мотор сексолога лег раньше, чем мотор Subaru. Я не проехал мне 100 тысяч. У тебя уже 200. У тебя уже 200. А если бы в Аллене не было, вообще все к чертовой матери. Давно сдохло бы, к чертям собачьим. Так хотя бы тренька не такая большая. Но подожди, давай, знаешь что попробуем? Либо палец, либо кольца. Если кольца ломанулись, то там бы, блин, дофига здорово было. Ну, было бы дофига, оно бы пилило и компрессия бы упала. И фигачили бы картерные газы. Давай попробуем. Что, заломать кольца? Нет, компрессию померить. Мы можем сейчас померить компрессию. Значит, мы померим компрессию и на основании этого сделаем его. Но все равно мы пока не вскроем, мы не поймем, что с пальцем. Нет, это я с тобой согласен. Причем камера, это зонт стоял вот так. И, соответственно, палец где? Палец? Да, вот так. Ну все, это от пальца. Рот. Ты что, ты не мой? Это у тебя мотор. Ты тоже радовался, когда мотор на BMW сдох? Ты тоже постоянно радуешься, когда сдохнет мотор на Subaru. Настанет этот день. Настанет этот день. Ладно, хватит голову, желательно. Давайте померим компрессию и будем уже суббудно собирать. «Ну, ну, 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 ну». «Sergei, давай!» «Стоп!» «Первый – 14…» «А, нет, вру, 13…» «Нормально». «Первый – 13, очень хорошо. «Это благодаря антифризу. » ну чуть меньше давай третий ну короче 10 и чутка 10 чем-то анализом кукушечки она даже уже котофея никуда не упускает из рук а тарас евгевич это теряли это карма за просорных котофеев хорошо так четвертый крути педали смотри даже почти 11 4 достойно да вот выносливые тачки mitsubi тарас сергей да давай какого хрена в четвертом компрессе ну значит кольца еще остались ну вот как бы к этому разговору и задир небольшой ну колец же есть это щучеляки ниже не надо все фигни армасе короче значится вот эта конструкция может либо еще дальше работать годами либо сдохнуть буквально на днях это процесс удачи на 50 на 50 вот не дать нельзя дашь держи подожди это макси спорт тюнинг держи короче план действий план действий такой начаться по нормальному помните нищебродство нашимся по нормальному меняем мотор по плохому взрываем башку и вытаскиваем четвертый горшок да и будь что будет это не щебо короче после взрыва будет все понятно да вот если если все плохо с четвертым цилиндром мы ставим все как было и кончаем мотор ну мы можем его и так кончить но мы не знаем правда ну можем кончить мотор клизмы новый хэштег subarist кончим мотор клизмы но я эти говорю значит лучше сергеевич заморочится и просто на хомячит новый мотор по нищебродскому взорвать посмотреть но я тебе говорю что давай можешь сначала кончим потом поменяем потому что потом собирать и кончить не ты понимаешь не мучиться с чего чуть умеет нет ехать потихоньку начнет лагать строить что-то будет уже лагает трои но она будет все больше и больше она же не было наш сразу не умрет она будет потихоньку потихонечку да не уже хуже 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 в один прекрасный она кстати может у тебя теперь в дубак то поэтому не заводится что эти свечи антифризом зафигачивает всем все замерзает и не замерзающий антифриз замерзает кто мне покупал антифриз признавать хватит базарить сергеевич на принятие решения у тебя есть какое-то время либо дофига времени либо либо ты до дома сегодня не доедешь делаем кстати ставки доберется сексулах или нет василий павлович тебя стропы с собой конечно две штуки или я тебе могу кстати самолет дать покататься да давайте все соберем свечи как бы здесь все до завтра подумаем уточним сколько стоит башка уточним сколько стоит мотор если что значит ребят если реально у кого-то есть голова на митсу там или моторы на митсу в частности на кризис какой здесь буквы 4g92 4g92 тарасу сергеевич прям личку пишите как бы и бмк и решение понимать принимать если не найдете тараса сергеевича пишите василия павлович он подскажет где найти тараса сергеевич да и девочки пишите василия павлович меня теперь надо искать на разборке митсу везда ангелисан ты честно такая мучиливая я я рада что кота фе вернулся хорошо на я так еще где-нибудь потому что ты в белой кофте нет потому что ты ученик и ты должна сначала опознать азы этой всей грязной работы а потом уже быть мастером рано или поздно и у суббара начнешь мотор лыгать нет что значит нет все суббаристы так друг другу говорят что не у меня мотор не лыгать все будет нормально я не хочу потерять 56 кусков дарья сергеевна у нас по подсчетам василия павловича осталось 28 тысяч на самом деле пробега нет а чё ты не хочешь потерять 56 кусков все равно бабки то василия павлович нет они возможно будут моими зачем а васян васян а на шуму хочет не хочу я вегетарианец а что ты хочешь таиланд хочет нет а что ты хочешь деньги лишними не бывают я еврей я умею копить опачки так вот не надо сейчас на больное начаться если ты задонатишь нам сейчас понимаешь бюджет печальки дарья сергеевна но в это но в это я не верю и в конце концов мы не можем брать деньги суббариста я могу все ну ты-то конечно классно чуть-чуть где мой плюй чё тебе осталось я говорю я буду суббариста взял мне как раз 20 тысяч на мотор не хватает срисовый 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 ой здесь помазан здесь помазал тут помазал закрутил здесь помазал хорошо здесь открыл воздух пошел прокачка пошла надо долить палыч но у меня уже дали то ты уже дали да 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 красавчик надо ребятам хоть показать как это спереди выглядит сзади вот так на спереди сейчас покажем вот так тарас сергеевич протирание не спасет ваш двигатель вообще никак ну а спереди вот таким образом здесь смазана закручена смазана и здесь уже все про все теперь без расширения будем тормозить без расширения без потерь мощности на торможение конечно поможет он конечно что с ума сошла где распорка я уже нарисовал и отдал на расточку распорка такая такая винтовая и с усилением ок то есть короче все будет огонь да когда придет не придет а нам нужно будет поруковать очень доработка да дарья сергеевна ты-то чё делаешь давай качай попу пластидит не за фаршем вы анализ она все скотафеем нормальный мужчина в этой компании да только не потеряй тарас сергеевич что не расстраивайся ты но починим эти клизму я тебе но на мотор на нее двадцатку стоит чё ты переживаешь по мне видно что я переживаю да придется брать клиенток свыше нормы придется в два раза больше членов обсуждать женщинами вот там больше не член уже снятся ну ничего клизма живи тормозная жидкость редкой итальянской фирмы перчатку наливай да и дарья дарья сергеев что такая грустная все мы почти уже все василий палыч просто уже на второй круг пошел ему одного гроза не хватило еще раз пришел по кругу пройти какая что в ней обычного ничего нигде нету грязи прям все в банку стекает в банку на лайфхаки все палыч да получилось да я закрепляю огонь педалька нормально жесткая нет это понятно на хотя и держи палыч что-то пошло не так но если что держись все превращиваем колеса и финалочку снимаем господа ребят подходе подходе все фаналочка фаналочка так так аналисанна дарья сергеевна ближе-ближе о кота фейс нами котофеевич вернулся юрген ярославля кота фея это хорошо у нас несколько новостей до тогда и кото фей до его он вернулся это хорошо вторая новость да какая хорошая ли плохая ладно начну с плохой у тараса сергеевич проблем с мотором но все уже как бы посмотрели и мы этому почти радуемся если ты рады Никто не знает, когда твой мотор кончится. А мы об этом узнаем в следующей серии. Ну и, естественно, закончим на хорошей новости. Это на Субе теперь армированные тормозные шланги, которые сделали в Макси Спорт Тюнинг на оборудовании Гудрайт. Ссылки все в описании. Ну и, в принципе, наша финалочка почти закончилась. Да. Огромное всем спасибо. Да, Василий Павлович просто нынче в Макси Спорт Тюнинг ходит чаще, чем бабушка в аптеку. Понимаете, он как субарист. Вот, иными словами подписываемся на канал, ставим лайки. Котофеич вернулся, Дашка накрасилась, Анна Александровна из гаража Тулс. Что это было? Я просто давно его не видел. Братан. За ухо решит погреть. Всем мира, добра, удачи. До новых встреч, ребят. Пока. Все ссылки в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова